В 2020 году для областной клинической больницы планируется приобрести аппарат поддержания функций сердца и легких, который позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в респираторной поддержке. На заседании бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя одобрено решение направить на эти цели порядка 11 миллионов рублей. Аппарат поддержания функций сердца и легких обеспечивает насыщение крови кислородом, когда человек не может дышать самостоятельно. Он является самым передовым и эффективным в лечении пациентов в критическом состоянии. Это тяжелая дыхательная недостаточность, отравление продуктами горения, тяжелые травмы при ДТП пациенты после проведения сердечно-легочной реанимации. Это государственная программа популятивной помощи, которая реализуется на территории нашей области. Мы занимаем определенную часть в этой программе. Используем самые современные технологии. То есть, властная больница дает и безопасность пациентам в лечении здесь. Потому что учреждения многопрофильные, конечно, это создает возможность избежать осложнений. А если они появляются, то быстро с ними справиться. Врачи отмечают, что сегодня возросла проблема. Увеличилось количество пациентов, которым необходима длительная искусственная вентиляция легких. Они могут находиться в больнице годами, а то и десятилетиями. Поэтому поставка нового, одобренного правительством оборудования, поможет увеличить количество людей, которые перевелись на домашний способ лечения. Теперь, благодаря подобным аппаратам, за здоровьем больного могут следить члены семьи. И основная масса задач — это обучение родственников и возможность создания всех условий, возможности перевода этих пациентов. А по нашим подсчетам в Тверской области их может достигать порядка 300 человек. Это большая цифра, это большое количество пациентов. Чтобы эти пациенты находились в домашних условиях. Потому что со всех позиций это будет правильно, потому что человек наиболее комфортное условие — пребывание, конечно, дома. В ближайшем будущем в областной клинической больнице планируется ремонт нескольких отделений, а также дополнительная закупка необходимого оборудования.